С 25 мая движение на дорогах терпит сезонные изменения. В связи с приближением каникул госавтоинспекция проводит целый комплекс мероприятий «Внимание, дети!». В этот период водители обязаны передвигаться с включенным ближним светом фар круглосуточно. Нарушители этого требования ждет штраф. С окончанием учебного года дети большую часть своего времени стали проводить на улице. Тем более, что погода позволяет и даже благоприятствует этому. Чтобы снизить количество аварий с участием несовершеннолетних, было принято решение провести ряд мероприятий, направленных на профилактику таких ДТП. Словом, сами гродинцы поддерживают такие сезонные нововведения, отмечают их важность и даже необходимость. Дети, это все-таки, они не знают, что происходит на дороге, все время выбегают. То, что включенный свет, это хоть как-то обозначает автомобиль. Они видят, что он не стоит, а находится в движении. И, как по мне, это очень верно, особенно сейчас проходит дождливая погода, солнечные дни яркие, тоже очень хорошо, когда в автомобиле включен свет. Видно хорошо, что автомобиль движется. И, в принципе, это помогает безопасности не только для детей, но и для всех водителей. В первые дни госавтоинспекция работает на предупреждение. Это значит, что тех, кто по какой-то причине забыл включить фары, сначала ждет профилактический разговор с сотрудниками ГАИ. Повторное нарушение уже грозит водителю штрафом в три базовые величины. Выехал только что с завода и не включил свет фар. Забыл просто, просто иногда приедешь и забудешь выключить. Садятся аккумуляторы. Только вот выехал с завода. Поэтому забыл. Все, в дальнейшем это не повторится. В итоге рейда, проведенного госавтоинспекцией, из десяти остановленных машин только у двух были включены фары. В обоих случаях, как выяснилось, причиной стала простая забывчивость. Это значит, что профилактическая работа продолжится, а места несения дорожно-патрульной службы будут сконцентрированы на тех участках дорог, где наиболее вероятно появление детей. В целом, на территории Горницкой области в 2021 году отмечено 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 детей получили травмы различной степени тяжести. В одном случае ребенок-пассажир погиб. Чаще всего дети попадают в ДТП в качестве пешеходов. При этом обращает на себя внимание и та статистика, что из общего количества ДТП в шести случаях виноваты взрослые, в пяти случаях виноваты дети. По двум фактам проводится проверка. При этом те ДТП, где вина установлена именно у детей, это дети-пешеходы, которые внезапно выбегали из-за стоящих автомобилей, либо переходили дорогу в неустановленном месте. Выезжать на дорогу с включенным светом фар водители обязаны в период с 25 мая по 5 июня. Аналогичная декада безопасности пройдет и перед началом нового учебного года.